МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире первого карагандинского новости. В студии работает Айнушу Нусова. И в начале выпуска коротко о главных событиях дня. Сдерживание роста цен на продукты питания, ремонт внутриквартальных дорог, строительство нового жилья. Эти и многие другие вопросы обсуждались на очередной отчетной встрече Акима Караганды Нурлана Упакирова. Ровно 30 лет назад последний советский солдат покинул Афганистан. Ветераны афганской войны собрались в Парке Победы, чтобы встретиться с сослуживцами и почтить память погибших. Расскажи о любимой книге и поделись ею с другом. В молодежном ресурсном центре «Жастар» отметили Международный день книги. Сдерживание роста цен на продукты питания, ремонт внутриквартальных дорог, строительство нового жилья. Эти и многие другие вопросы обсуждались на очередной отчетной встрече Акима Караганды Нурлана Упакирова. Рассказав об итогах экономического развития Караганды за прошлый год и поведав о реализации важнейших государственных программ, глава шахтерской столицы Нурлан Упакиров подробно остановился на социальном развитии Караганды. Это и благоустройство дворов, и сдерживание цен на продукты питания, и работа общественного транспорта. Особое внимание градоначальник уделил решению жилищного вопроса. В прошлом году квартиры получили более 800 семей. В нынешнем году предварительно запланировано ввести в эксплуатацию около 250 тысяч квадратных метров жилья с учетом ежегодного роста объема ввода коммерческого и менее 20%. И в этом году мы планируем обеспечить квартирами более тысячи семей. Будут сданы 24-этажные кредитные жилые дома, третий дом по улице Баужан-Намушула. Достраивается социальное жилье по улице Белинского и второй блоксекции в микрорайоне Шапогат. В перспективах, в целях обеспечения жильем социально защищаемых слоев населения проектируется строительство трех домов арендного типа по улице Кузимбаева. Жилищный вопрос действительно один из самых актуальных на сегодняшний день. Причем горожан интересуют не только темпы строительства нового жилья, но и состояние уже имеющихся домов. К примеру, жителей района Майкудук чрезвычайно беспокоит протекающая крыша. Вот в Майкудуке мы живем на востоке в 8-м доме. Там мы живем уже 37 лет. Мы первые жители. Там крыша течет каждый год. С каждого, если собирать, придется по 40 тысяч дать, говорит, вот крыша кто должен ремонтировать? Это дом Акимацкий. Сегодня ремонтировать конкретный дом должен конкретный хозяин. Квартиры все там в этом доме приватизированы. И очень давно приватизированы. Поэтому вот здесь Аким района есть, то есть необходимо провести сход, еще раз объяснить, какая ситуация есть, чтобы ее сделать. С учетом того, что очень много, и за раз собрать эти деньги невозможно, в государстве функционирует программа по модернизации жилого фонда. И каждый год она уже идет на возвратные средства. И каждый год, если не ошибаюсь, в этом году 7, по-моему, домов в городе Тараганде были восстановлены. Где-то лифт сделали, где-то систему полностью сделали, тепловую. То есть программа эта есть. Много претензий у карагандинцев накопилось к работе общественного транспорта, к состоянию дорог и внутриквартальных территорий. Караганда – город большой, и проблемы имеются, но все они будут поэтапно решаться совместными усилиями городских областных властей, заверила Акимгорода. На двух отчетных встречах в адрес городоначальника поступило несколько сотен обращений и предложений. Нурлана Убакиров заявил, что ни одной из них не останется без ответа. Андрей Тенжа, Зулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый – Карагандинский. А 22 февраля во Дворце культуры горняков состоится отчетная встреча с населением Акима Карагандинской области Ерлана Кушанова. Организаторы заявляют, что принять в ней участие может любой житель области. На очередной ежегодной отчетной встрече глава региона подведет итоги прошлого года, ответит на вопросы горожан, а также расскажет о планах по дальнейшему социально-экономическому развитию области на 2019 год. С начала февраля работают специальные ящики, в которых можно оставить свои замечания и пожелания. Они расположены на железнодорожном вокзале и на рынках города. Кроме этого, работает телефонная горячая линия 42 11 90. В обращениях необходимо указывать свои полные данные, адрес и контактные телефоны. Отчетная встреча будет транслироваться в режиме онлайн на официальном сайте Акимата Карагандинской области. Она состоится 22 февраля во Дворце культуры горняков в 15 часов. Ежегодно 15 февраля во всей республике отмечают День вывода советских войск из Афганистана. В нынешнем году исполняется ровно 30 лет. Чтобы почтить память и встретиться со своими сослуживцами, ветераны собрались в Карагандинском парке Победы. Участники Афганской войны навечно останутся в истории и сердцах людей. Именно павших в бою увековечены на мемориале, возле которого состоялось мероприятие в честь памяти погибших. Их почтили минуты молчания и возложили венки к подножью монумента. Аким Карагандын Урлана Убакиров отметил особую роль воинов-интернационалистов в становлении казахстанского патриотизма. Наше государство высоко ценит роль воинов-интернационалистов в укреплении согласия в обществе, воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма, стойкости и беззаветного служения Отечеству. Идеи программы «Рухани-Жангру» направленной на воспитание у казахстанцев чувства патриотизма, любви к родной земле, ее культуре, обычаям и традициям активно поддерживаются нашими земляками, ветеранами афганской войны. Две тысячи солдат были отправлены в Афганистан из Карагандинской области. 86 из них не вернулись домой. Сегодня в Карагандинской области проживает 1544 ветерана афганской войны. И с каждым годом их становится все меньше. Талгат Хасенов – председатель общественного объединения ветеранов войны в Афганистане. Сегодня он борется за права воинов-интернационалистов и пытается вернуть все положенные льготы. Нам уже всем более 50 лет. Все социальные гарантии по закону 2247 95-го года мы идем приравненными по льготам и социальным гарантиям ветеранов Великой Отечественной войны. Почему? Потому что мы есть ветераны, поэтому считаем, что льготы те, которые положены государством, лишнего не просим мы. Просто должны быть никакие в жизни. День вывода советских войск из Афганистана отмечается каждый год на государственном уровне. Воины-интернационалисты уже давно стали надежной опорой в деле воспитания подрастающего поколения в духе казахстанского патриотизма. Однако вопрос с льготами для ветеранов афганской войны не решен до сих пор. Яна Гапонова, Аман Кожанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Сельских хакимов готовят к паводкам. В областном департаменте по чрезвычайным ситуациям проходит учебно-методический сбор для руководителей регионов Карагандинской области. Двухдневное обучение в департаменте по чрезвычайным ситуациям проходит 16 акимов и специалистов аппаратов акимов районов и сельских округов, подверженных подтоплению весенний период. Лекции слушателям читали сотрудники ДЧС, представители региональных филиалов КАЗ Гидромета, КАЗ Водхоза, КАЗ Автожола, Центры медицины катастроф и местной полицейской службы. Очень познавательно для акимов сбор проводится среди акимов сельских округов, поселков, специалистов ГО, ЧАЭС, органов эвакуации. Это очень познавательно. Тем более, что эти сборы проходят единственные в республике, это в нашей Карагандинской, проводится нашим департаментом. Мы всегда очень тесно работаем с департаментом. Наряду с лекционными занятиями слушатели ознакомились с работой пожарного подразделения и единой дежурно-диспетчерской службы ДЧС. Осмотрели возведенные инженерные противопаводковые сооружения в населенных пунктах Чкалово и Садовое Бухаржираусского района. Данное мероприятие, я думаю, по линии не только противопаводковые мероприятия, но и действия в случае крупных пожаров на их территории. Также сюда привлекаются специалисты по линии гражданской обороны и по эвакуационным мероприятиям. Я думаю, данные учебные методические сборы дадут какой-то результат действиям в случае черчащейной ситуации. В прошлом году повадковый период в Карагандинской области прошел достаточно спокойно. Самым сложным в этом отношении был 2015 год, когда в зону затопления попал 51 населенный пункт. Были подтоплены и разрушены сотни зданий, эвакуированы тысячи людей. В соответствии с поручением премьер-министра страны был утвержден комплекс мер по предупреждению и устранению паводковых угроз, в которой вошли и мероприятия по Карагандинской области. Встретить людей с книгой в наше время большая редкость. Молодежный ресурсный центр «Жастар» и клуб писателей Караганды провели мероприятие в честь Международного дня книги. Поделиться любимым произведением пришли студенты и преподаватели карагандинских вузов. Приглашенные гости охотно рассказали о произведениях своих любимых авторов. Каждый принес по одной или даже несколько любимых книг. Для того, чтобы объединить гостей, организаторы провели конкурс. По итогам жеребьевки два участника должны были рассказать о книге, которую они принесли, и отдать её сопернику. Мне попался человек, который дал мне книгу Бембета Майлина. Хорошо, что организовали такое мероприятие. Это поможет развить любовь к книгам у молодёжи. В Караганде сейчас много библиотек, но в них почти никто не ходит. С собой гости принесли самую различную литературу, начиная научной и заканчивая лёгкой билетристикой. Также читатели поделились историческими книгами и даже книгами по развитию бизнеса. Художественную литературу сейчас почти никто не читает. В наше время информационных технологий из-за смартфонов и других гаджетов книги отошли на второй план. По словам организаторов, в прошлом году подобное мероприятие посетили 20 человек. В этом году здесь собралось 50 участников. Это говорит о том, что подобные акции пробуждают у людей интерес к чтению и способствуют их культурному развитию. Яна Гапонова, Аман Кожанов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. С начала года на дорогах Караганды произошло 26 дорожно-транспортных происшествий, в которых два человека погибло и 26 получили травмы. В эти дни местная полицейская служба проводит очередное профилактическое мероприятие «Безопасная дорога». В рамках профилактического мероприятия патрульные и полицейские намерены провести усиленный надзор за дорожным движением и профилактикой нарушений правил дорожного движения. Проверкам подвергается и общественный транспорт. Также особое внимание уделяется автомобилям с иностранными номерами. Усиленный надзор за правонарушителей на дорогах Караганды проведут и сотрудники Центра оперативного управления с помощью камер наружного видеонаблюдения. Также в рамках ОПМ мы раздаем подобные листовки, где хотим доводителей довести, что основная причина получения серьезных травм при ДТП является превышение скорости. Полицейские напоминают, что основной причиной тяжких травм при ДТП является превышение скорости. Стражи порядка призывают всех карагандинцев и гостей города соблюдать правила дорожного движения, быть внимательными на проезжей части, проявлять законопослушность на дороге и обязательно за рулем пристегиваться самим и пристегивать всех пассажиров. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. Встреча с горняком завершил домашний матч регулярного сезона хоккейный клуб Сарарка. Игра получилась нервной, соперник действовал уверенно и нагло. Но в концовке карагандинцам удалось переломить ход матча. Итог встречи 4-2 победы Сарарки. Начало матча осталось за Сараркой. Команда по-хозяйски уверенно действовала, не раз угрожая воротам горняка. Автором первой заброшенной шайбы был назван Михаил Железнов. Но после видеопросмотра главный судья матча отменил взятие ворот. Шайба была забита коньком. Но нули на табло продержались недолго. Карагандинцам удалось реализовать первое большинство. Константин Соколов отправил шайбу в дальний угол ворот после точной передачи Айрата Зиязова. Гости быстро смогли восстановить равенство в счете. Но за 17 секунд до первого перерыва карагандинцы забросили шайбу в меньшинстве. Автором гола стал Андрей Ряшенцев 2-1. После перерыва рисунок игры поменялся. Гости смогли перехватить инициативу. Чаще стали бросать по воротам. И в одном из эпизодов Эдуард Рейзвих не смог выручить свою команду. В третьем периоде игра выровнялась. Опасные моменты создавались у обоих ворот. Страсти на льду накалялись, что порой перерастало в потасовке. Андрей Ряшенцев вошел в зону и нанес точный бросок. Финальный аккорд в матче поставил Константин Соколов. 4-2 победа Сараарки в заключительном домашнем матче Кубка Шелкового пути. «Непростой матч, да, в принципе, такие матчи бывают, что не самые лучшие в нашей игре. Есть результаты, добились результаты. В первом периоде мы просили. Доление, серийные долины. Молодцы в третьем периоде принесли коллективы, вырубнили игру, забили победный гол. Сегодня посмотрели, сделали ротацию, дали сыграть у нас. Шульгас, он дебютировал в составе молодого мальчишка, воспитанник местной школы. Дали сыграть. Впереди у команды две заключительные игры в Китае. 21 февраля против Цэнг Тоу, а 23-го соперником станет команда КРС ОРГ. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. Это была вся информация к этому часу. Оставайтесь на нашем канале, и вы будете в курсе всех новостей. Всего доброго, САУ ВОЛНС. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова